Здравствуйте, друзья! Ещё много времени суток, друзья! Всем привет! Всем привет! Итак, ребята, сегодня будет немного нестандартное видео Я давно уже хотел сделать какую-нибудь распаковку Встречайте! Я заказал себе из Китая небольшой чехол для моего GPTV Кстати, он обзавелся вот такой вот наклеечкой с логативом YouTube Это прикольно Ну, не важно На самом деле, мне негде было его носить И я сразу же заказал себе чехол И этот чехол очень быстро пришёл И сейчас будем делать на него такую распаковку Я не очень большой специалист в распаковках Поэтому, если что, не кидайте тапками Тем более Это будет в таком ASMR формате Я сейчас записываю это всё дело на два На два микрофона Основной микрофона, в которой я разговариваю Это блеетти Это блеетти Это блеетти Это блеетти 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 И вторым микрофоном Вторым диктофоном Выступает Zoom H4 Вот он Лежит Это для того, чтобы Был максимально объёмный звук Потому что Буду стараться записать и звук голоса И звук распаковки Попробуем По крайней мере, должно что-то получиться Я надеюсь Итак Первый мой фейл Это то, что я не взял ни ножницы Ничего Ни ножа Но Я же ещё не опытный распаковщик Поэтому Мы будем пробовать это делать Руками Когтями Зубами Всем На самом деле Я не думаю, что это будет слишком сложно Потому что упаковочка Это Она бумажная Она достаточно лёгкая Давайте сделаем по ней небольшой Таппинг Таппинг Да, ещё я конечно понимаю, что вам больше нравится видео с моим фейсом Но Но для разнообразия я буду делать всё всё равно Я буду делать разные видео Я буду делать разные видео, чтобы вам не надоедало Всё время смотреть на моё лицо и слушать триггеры Или однотипные видео смотреть Давайте будем разнообразить контент Давайте будем открывать Тут такая плёночка Это, видимо, для того сделано, чтобы он не промок А то мало ли Вот, прекрасно Мы будем вот так доставать его Из нашей бумажной упаковки мы его отстали Помощную упаковку отложим Там ничего больше в ней нет А у нас есть вот такой прекрасный чехоль Ребята, это никакая не реклама Если будет у меня реклама, я вам скажу Я даже никаких ссылок ничего указывать не буду Просто я заказал себе чехольчик Такой вот удобный На мой взгляд, для перевозки и переноски моего Маленького карманного компьютера На самом деле, я подозреваю, что этот чехольчик сделан В первую очередь, для каких-то съемных жестких дисков Скорее всего Давайте по нему смотреть Вот такой чехольчик Чехольчик По нему классно делать таппинг Смотрите, как он Достаточно твердый Это чтобы Чтобы выдержать Какой-либо удар Например, если у нас Если вдруг Где-то что-то придавит Да Чтобы компьютер Или то, что в этом чехольчике лежит Не пострадал В принципе, качество изготовления Мне кажется, отличное Мне понравилось В нем, что у него есть Вот такая вот ручка Ручка-переноска И ты можешь Взять его и куда-то идти С ним вот так размахивая Или просто так удобнее Удобнее его брать Например, куда-то, если ты хочешь Просто с чехольчиком Пойти Просто, если ты хочешь с чехольчиком пойти Так его брать удобнее Вот И в общем, давайте посмотрим Что там внутри Мне кажется, что Я брал его не вслепую То есть я залез на форум И посмотрел размеры Посмотрел Человек уже Который владелец такого ЧПТ Он такой себе чехольчик уже брал И у него все поместилось Я думаю, что у меня проблем не будет То есть это помещается Впритык Впритык Смотрите, давайте будем его открывать На самом деле, мне уже не нравится Одна штука Которая Вот смотрите, вот здесь Я не знаю, видно ли он или нет Но здесь Не до конца Эти штуки Пришаты И мне кажется, что со временем Просто разболтается и выскочит Вот это вот Винтик Оттуда Выскочит И потом придется обратно туда запихивать Посмотрим Посмотрим А может и не выскочит Возможно Давайте будем открывать Аккуратно Будем открывать Открывать Пишите мне В комментариях Если вам Понравилось Такое видео Такого формата Я имею ввиду Я Большой фанат Электронных Штук И так далее И я могу делать Не каждый день Понятно Но Изредка Делать Такие небольшие Обзорчики Распаковки Смотрите Мы его открыли Ура Вы молодцы Здесь Внутри Есть Два отдела Два отдела Значит В первом отделе У нас Такой Кармашек У нас Такой Кармашек Мягенький Там еще решит Судя по всему Судя по всему Там решит Какой-то косяк Я не понимаю Что это Как нам Как нам Открытие Как нам Открытие А вот сюда Открывается Типа Сюда Закрывается Всё Понятно Ставит Странно Немножко Ну ладно Так Окей Мы ее открыли И там Вот этот материал Мягенький Очень мягенький Очень мягенький Материал Ну Понятно Что Это сделано Для того Чтобы Никак не повредить Внутреннее Содержимое Если это Стенка Достаточно Твердая Которая Нарушная Внутри Все Наоборот Мягенькое Но Я бы еще Может быть Сделал Вот этот Слой Оранжевый Он Двятый То есть Ничем Не Не Защищен Внутри Но Ладно Есть такой Кармашек Вот здесь И Два Кармашка Мне еще нравится Что Здесь Есть Небольшие Маленькие Карманы Для Карты Памяти Можно Вставлять Карты Памяти Например Может Вам Темно Давайте Сделаем Чуть Посветлее Попробуем Например Вот Да Немного Светлее Было Ну Вот Такие Небольшие Кармашки Их Раз Два Три Четыре Штучки И В них Можно Хранить Какие-то Карты Памяти Или просто Флешки Какие-то Да Я снимаю это видео Именно дома Я снимаю его днем И У меня Иногда Соседи делают ремонт Внезапно И хаотично Поэтому Все Может быть Будем стараться Успеете До того Как они начнут Что-нибудь Сверлить Это видео Кстати Я уже говорил Я записываю на На Зума А4 Вот И все Очень легко И просто Да У нас есть два отдела В один из отделов Мы можем спокойно Себе положить Но я надеюсь Что Можем В общем Мы можем положить Наш Собственно Наш Компьютер Да Я не знаю В какой лучше Наверное В Нижний Сейчас посмотрим Попробуем Так Да Сюда В принципе Все Влазит Сюда Все должно Влазить Без 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 Сильных напрягов Да И в принципе В притирку Все влезло Как будто бы Под него И делали Под наш Маленький ноутбук Вот Фактически У нас Еще С вами Осталось Второе отдел В это отдел Можно положить Например Зарядку Сюда Можно положить Потому что Зарядное устройство У него тоже Небольшое На самом деле Оно Такое По размеру Я его не догадался Взять В общем Сюда Можно положить Зарядку Сюда Можно положить Сам Провод Зарядку То есть USB Type-C На USB Type-C И Сюда Можно положить Ну Еще Что-нибудь Я не знаю Может быть Даже Зарядку И поместится Небольшой Какой-нибудь Кармашек Под SSD Или Кармашек Под 2,5-дюймовый Как это называется Внешний Винчестер Диск Для Компьютера Под USB Ну И конечно Здесь Есть Вот Такой Одел Который Можно Всяких Нижних Положить Какие-то Карточки Память Могут Сюда Запихнуть Мышку Возможно Есть В продаже Какие-то Продаются Плоские Мышки Знаете Такие Чтобы они Были тоненькие Я не видел Может быть Стоит поискать Хотя Без мышки Тоже Достаточно Удобно Что еще Или 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 Сюда Можно Складывать Не знаю Другие Всякие Возможно Возможно Для меня Это Вполне Удобная Штука Я ее заказал Я не помню Сколько я за нее дал По-моему В районе 10 долларов По-моему 8 баксов Что-то мне вышло Эта штука подойдет По габаритам Мак Нинтендо Нинтендо Как она называется У меня сейчас свитч Нинтендо А до этого у меня была Нинтендо Портативная 3DS Вот Нинтендо 3DS XL Вот И Как раз Под эти размеры Подойдет XL Влезет Сюда Другие Штуки Которые Нужны Вот Закрываются Вот Закрываются Да Вот Закрываются И В принципе Мне эта штука Нравится Потому что Она Такой Кейсик Такой как мини-ноутбук Мини-кейсик Для мини-ноутбука Это В принципе Удобная вещь Потому что Если Куда-то Приходится Ехать До этого Я Складывал Маленький Чехол Из-под Вспышки Он У меня Матерчатый Тоже Из-за Брена И В принципе Я Где-то Забросил В машину В сумке Лежал Чехол И В общем Где-то видно Стукнулся Что У меня Получилась Маленькая Микротрещинка На корпусе На пластмасске Хотя Может быть У меня уже и было Но Не знаю Я Не сильно Обращаю внимание На такие моменты Но Я решил Для себя Так что Вот Такой Защитный Чехол Это Будет Полезное Приобретение В качестве Разнообразия Контента Я Вам Это Все Дело И Показал Это Ни в коем случае Ни реклама Никакая Не можно на меня Обижаться Потом Писать Просто Я посмотрел Что Другие АСМРщики Иногда Делают Обзоры На вещи Которые Им нравятся Почему бы и нет Решил сделать Раз уж я уже сделал обзор Небольшой На свой GPT-Win 2 В сравнении с Nintendo Switch То Я уже сделал Небольшой Обзор На Чехол Для него И мне кажется Что Почему бы и нет Если это делать Со спокойным голосом Мне кажется Что Под такой Обзор Можно будет легко Расслабиться И Уснуть Или Просто Расслабиться Почувствовать Приятное Приятное Тепло И так Ну что ж Наверное На этой Замечательной Ноте Будем Это Заканчивать Ну Спасибо Что Посмотрели Спасибо Мне очень приятно Что Вы Пишите комментарии К моим видео Мне очень приятно Что Вы Подписываетесь На мой канал Это очень здорово Друзья Мне это очень радует И В общем С удовольствием Буду снимать для вас Какие-то новые Интересные Видео В общем Спасибо вам еще раз Друзья Всем спокойной ночи И Всем Хороших сладких Слава Всем пока 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 Всем пока Субтитры 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 Субтитры